Проводимая в последние 20 лет успешная деятельность по ускорению социально-экономического развития Азербайджана обеспечивает экономический успех страны. Созданные надежные гарантии устойчивого развития сельского хозяйства, новым стимулом для отрасли станет возвращение в оборот освобожденных от многолетней оккупации азербайджанских земель и создание на них современной и высокотехнологичной агропромышленной индустрии. Правительство Азербайджана поставило задачу сделать Карабах и Восточный Зангизур зоной нулевых выбросов. Предпринимаются шаги по развитию зеленой экономики, экологичных поселков и городов. В сельском хозяйстве на освобожденных территориях уже применяют современные технологии, которые направлены на повышение качества и производительности данной отрасли, наполнила экономист Эсмира Ахмедова. Сенсоры дают возможность собирать различные данные в сельском хозяйстве. Это может быть удаленный мониторинг состояния полей, земли, животных, фермерских хозяйств. Ускоряющие обработку почвы или уход за уже растущим урожаем очень удобно осуществлять с помощью азербайджанции. Здесь будет осуществляться контроль точности посева, передвижения. Инжиниринг подразумевает использование любых новых технологий для повышения качества сельского хозяйства. Также может применяться биометрия скота. Сюда входят ошейники GPS, фрид и биометрии, которые могут автоматически идентифицировать животных и передавать дополнительную информацию о их жизнедеятельности. ВПЛА могут буквально на лету оценивать состояние зеленой массы на поле. И по результатам полосных снимков можно находить спинтоны, которые нуждаются в дополнительном поливе, защите от паразитов, точной уборке урожая и так далее. Основную роль в подъеме сельского хозяйства на освобожденных территориях сыграют агропарки, строительство которых в свое время инициировал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Сейчас активно развиваются агропарки в Зангеландском и Лачинском районах. В прошлом году азербайджанский лидер вместе с президентом Турции Раджепом Таипом Радуканом приняли участие в открытии первого этапа агропарка «Дост» в Зангелане. Такие производственные кластеры ускорят освоение потенциала отрасли на местах. В результате освобождения территории Азербайджана от оккупации мы в настоящее время находимся в активной фазе освоения этих земель с точки зрения развития инфраструктуры, а также сельского хозяйства. Потому что сельскохозяйственный потенциал на освобожденных от оккупации территориях действительно очень большой. Эта территория обладает уникальной природой, климатическими поясами, есть возможности для значительного увеличения производства как для местного потребления, так и для экспорта. В настоящее время мы находимся на стадии планирования развития сельского хозяйства на освобожденных от оккупации территориях. Аграрное развитие освобожденных земель будет иметь ряд благоприятных последствий. После реализации государственной программы «Великое возвращение» и возрождения местной экономики регион станет самодостаточным в социально-экономическом отношении. Также Карабах и Восточный Зангизур займут важное место в обеспечении продовольственной безопасности, создании новых рабочих мест и повышении экспортного потенциала страны. Реинтеграция Карабаха и Восточного Зангизура в аграрную отрасль Азербайджана сыграет важную роль как в развитии сельского хозяйства, так и самих освобожденных районов. За последний год здесь засеяно более 70 тысяч гектаров земли. А после завершения процессов восстановления и интеграции в оборот будет введено около 150 тысяч гектаров пашин. По словам министра сельского хозяйства Меджнуна Мамедова, около 350 тысяч гектаров пастбищ, имеющихся в регионе, создадут хорошие возможности для роста животноводства. Прогнозируется производство около 45 тысяч тонн мяса и 240 тысяч тонн молока в год. По мнению экспертов, за счет роста внутреннего производства Азербайджан может отказаться от импорта такой продукции. В центре внимания также и возрождение на местах таких секторов, как коконоводство, пчеловодство и коневодство. Сразу же после победы во Второй Карабахской войне азербайджанские пчеловоды начали размещать свои пасеки на освобожденных территориях. В 2021 году сюда были перевезены 2000 пчелиных семей. В 2022 году эта цифра достигла 19 тысяч. В нынешнем году количество пчелиных семей достигло 41 тысячи. Пчеловодство самым первым из подотраслей сельского хозяйства начало функционировать на освобожденных территориях. Азербайджанская ассоциация пчеловодов планирует разместить в Карабахе и восточном Зангизоре 300 тысяч пчелиных семей, что означает 4,5 тысячи тонн меда, которые в том числе пойдут на экспорт. Трендом в регионе также станет высадка интенсивных фруктовых садов – вишневых, персиковых, гранатовых и ореховых. За счет стратегических водных ресурсов обеспечится орошение дополнительных площадей, что положительно скажется на динамике сельского хозяйства по стране в целом. По словам Меджуна Мамедова, производство сельхозпродукции увеличится более чем на 8-10% благодаря включению в оборот освобожденных земель. Продолжение следует...